Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале, всех приветствую в нашей школе будущего. И сегодня я хочу поговорить о блудодеянии, о грешниках, которых называют блудниками. И мы, в принципе, уже говорили с вами на эту тему, и есть видеоматериал, который, собственно, вы можете пересмотреть. Я говорила, что существует блуд на уровне духа, и такой блуд называется идолопоклонничество. Это блуд от Бога, и не соблюдение заповедей, и не сотвори себе кумира, и есть блуд на уровне плоти. Это всевозможные развратные похоти, которые присутствуют у людей. И вот апостол Павел называет и первый вид блуда, и второй вид блуда идолопоклонничеством. Я вам сейчас зачитаю эти цитаты. Почему он называет идолопоклонничеством и тот, и другой вид блуда? Потому что, собственно, вот второй вид блуда на уровне плоти, он возник на почве появления первого. То есть именно язычество было причиной вот этих всех сегодняшних бед. И именно языческие ритуалы для богинь и богов, которые совершались в храмах языческих, они и привели вот к тому разврату, который существует поныне. Итак, я зачитаю сначала послание к Ефесянам, главу 9 стих 1. Здесь речь идет о том, что Израиль тоже не без греха и блудодействовал от бога своего, всегда являлся язычником. И языческие культы, конечно, затронули и Израиль. И зачитываю теперь послание к Ефесянам, глава 5 стих 3 и 5. Вот о чем нам говорит апостол Павел. А блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Итак, естественно, люди, занимающиеся блудом, они даже могут и не думать о том, что они когда-то от тления перейдут к нетлению, то есть к бессмертию. У них два варианта. Либо прекратить этим заниматься, покаяться, либо, собственно, ничего не ждать впереди хорошего. Итак, я вам сказала, что корни блуда уходят как раз в язычество. И я это сейчас докажу вам двумя цитатами. Это цитаты из книги «Премудрости Соломона», глава 14 стих 12-11. «Ибо вымысел идолов – начало блуда. Посему и на идолов языческих будет суд». Ну и хочу я продолжить цитатами апостола Павла. Первое послание Коринфианам, глава 6 стих 18-19. «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои?» Дело в том, что мы действительно очень плотно связаны с нашим Богом-Творцом. И наши тела, они принадлежат Ему, поскольку они находятся все время под Его контролем. И сами понимаете, насколько гениально мы устроены, насколько четко работает наш организм. И, естественно, вот даже на сегодняшний момент, сейчас, находясь в состоянии тления, то есть в нашей тленной жизни мы блудодеянием, естественно, влияем на собственное здоровье. И мы должны понимать, что мы должны быть всегда в состоянии святости и не позориться перед Богом-Творцом. Так, послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». То есть Бог-Творец хочет, чтобы мы осветились и воздерживались от блуда. От нас хотят вот этой вот кристальной чистоты, значит, мы ее должны достигнуть. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Продолжаю читать цитаты. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд и нечистоту, страсть, злую похоть или достижание, которое есть идолослужение». И есть один пример, который я не могу не зачитать. Здесь апостол Павел рассуждает о том, что те люди, которые вместе с Богом-Творцом были выведены из египетского рабства, это были израильтяне, они были блудниками, и очень много их, вот именно из-за того, что они занимались блудодеянием, их погибло в пустыне за 40 лет. И об этом говорит апостол Павел, первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 5 и 8. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи». Действительно была такая ситуация, когда была такая массовая погибель блудников, и я вам расскажу об этом. И вот что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, главе 5. Это стих 9, 10 и 11. В принципе, здесь речь о том, что весь мир, собственно, является блудниками. Ну и действительно, наверное, сегодня нет ни одного праведника, который бы был вот кристально чистым. И апостол Павел говорит о том, что весь мир, собственно, состоит из блудников. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». То есть весь мир как раз он называет блудниками. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называется братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником». С такими даже не есть вместе. То есть он нас предупреждает о том, что мы не должны вступать в какие-то отношения с людьми блудливыми. И даже он предлагает не только не сообщаться, но и не кушать вместе с такими. И читаю. Дальше это первое послание к Тимофею, глава 3, стих 6. Здесь речь идет о тех видах плудодеяния, которые присутствуют в нашей жизни. Я, конечно, список этот продолжу и перечислю этих людей. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дом и обольщают женщин, утопающих по грехах, вводимых различными похотями. Здесь описывается блудодеяние в публичных домах. И вы знаете, когда я в первый раз читала вообще о католичестве, то мне попалась информация, что Ватикан имел в свое время подземные ходы, которые связывали Ватикан с публичными домами города Рима. И это, конечно, говорит не о кристальной чистоте Ватикана. И в данном случае, вот в этой цитате, конечно, речь идет о проституции в первую очередь. Послание к римлянам Павла, глава первая. Так, зачитывая, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал Бог их превратному уму делать непотребное. То есть апостол Павел говорит о том, что в первую очередь вот эти все похоти, вот это блудодеяние, оно рождается на уровне ума. То есть вот блудодеяние можно назвать мозгоблудием, поскольку это и есть разновидность вот превратного ума. Глава первая стих 29 и глава первая стих 27. Поэтому предал их Бог по стыдным страстям женщины и заменили естественное употребление противоестественным. Ну что такое естественное употребление, которое заменили женщину. Ну и естественно, это то, что женщина должна быть с мужчиной. И это должна быть супружеская пара. И естественно, никогда не осуждался Богом вот этот союз мужчин и женщин, а наоборот, изначально он был создан. И мужчина и женщина должны быть одной плотью, одной парой и естественно должны как-то иметь вот эти вот отношения, которые и являются естественными. И называет апостол Павел их естественное употребление. Здесь, конечно, в этой цитате еще речь идет о том, что женщины заменили это естественное употребление противоестественным. Ну и, конечно, очень много всевозможного блуда среди женщин. Это и в первую очередь лесбиянство. И я еще перечислю попозже вот эти вот виды разврата. Следующая цитата «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе возмездие за свое заблуждение». Ну, здесь в первую очередь речь идет о гомосексуализме. И, конечно, апостол Павел говорит о том, что стыдно говорить, в принципе, даже о том, что они делают. Вот послание к эфицианам, глава 5, стих 12. «Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить». Я сейчас перечислю вам те виды блудодеяния, которые существуют на сегодня. «Возможно, я еще о чем-то не знаю». Итак, первое. К блудодеянию относится проституция. Я к блудодеянию отношу прелюбодеяния. Такие, значит, половые взращения, как скотоложество, оно появилось достаточно давно и, к сожалению, не с корену. Педофилия, инцест, гомосексуализм, лесбиянство, малакии – это рукоблудие, я отношу к блудодеянию многоженства и многомужества, поскольку по заповедям нормальное естественное употребление женского пола мужским – это когда существует супружеская пара, которая является одной плотью. поэтому наличие большего количества жен и мужей является уже блудом или блудодеянием. Я отношу к блудодеянию ранние браки, поскольку это разновидность узаконенной педофилии. Сюда же отношу еще к блудодеянию стриптиз и порнографию, поскольку они являются все-таки элементом развращения плоти. Итак, сейчас я зачитаю первое послание Коринфянам глава 5, да, уже читала, но зачитаю еще раз стих 9. Или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники. Вот здесь как раз присутствует это слово малакии, то есть речь идет о рукоблудии. Я не буду вдаваться в подробности, я думаю, всем это понятно, что это такое и о чем здесь идет речь. Ну и закончить этот видеоматериал я хочу все-таки цитатами из книги Премудрости Соломона. Это глава 2 и глава 3. Почему? Потому что мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что вот занимаясь блудом, вы еще и не только убиваете себя, но и собственных детей. Итак, глава 2 стих 18-19 дом, живущий в блуде, ведет к смерти, и тот, кто вошел к ней в дом, уже не вступает на путь жизни. То есть речь идет о чем? О потере бессмертия, о потере и нетления. И поэтому дом, живущий в блуде, ведет к смерти. И собственно Соломон об этом и говорит. Глава 3 стих 16-19 дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет, если будут они долгожизненные, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Здесь дети прелюбодеев, я думаю, что прелюбодеи относятся как раз к людям, которые совершают блуд, и поэтому речь идет вообще о детях всех блудников, и о неправедном роде. И вы не должны забывать, что это семя беззаконного ложа, и оно исчезнет. И еще одна цитата, это тоже Соломон, глава 17 стих 6, венец стариков, сыновья сыновей и слава детей, родители их. Я хочу, чтобы ваши дети вами гордились, и поэтому я думаю, что эту заповедь нужно соблюдать и относиться к ней очень серьезно. Всего вам доброго, до следующей встречи.